О больших деньгах с улыбкой. В конгресс-холле прошел предпринимательский форум «Бизнес в Омске, не по-омски». Несколько часов успешные коммерсанты методично ломали стереотипы о местных предпринимателях. Почему клиент в бизнесе не главное и как продать свой город подороже, расскажет Анатолий Соколенко. Успешный предприниматель и молодой миллионер Юрий Шиян раскрывает секреты своего успеха. Десятой дорогой обходить бизнес-тренеров и придерживаться принципа, который кратко звучит как ВЖК. Рамки телевизионного приличия расшифровать аббревиатуру не позволят, но если перевести ее на литературный язык, получается, что клиент для бизнеса не важен. Впрочем, отмечает Шиян, бизнесмен справится с любыми невзгодами, если он слабоумный. Это, кстати, не оскорбление, а синоним смелости. Вот написать слово «городской» с ошибкой через «а» — это не значит, что у вас слабоумие, значит, что вы тупой. Понимаете, то есть не нужно путать вот эти понятия, и слово «слабоумие» — да, это некое образное понятие, которое не подразумевает тупость. Ну, просто видишь, оно звучит интенсивно, видать, для кого-то предсказуемо, поэтому так реагируют. В этот раз бизнес-форум решили провести в новом формате. И, пожалуй, никогда еще встреча серьезных людей, обсуждающих способы заработать большие деньги, так не походила на стендап-шоу или вечеринку. Успешные коммерсанты в кромешной тьме, словно под покровом ночи, рассказывали обо всех шишках, набитых на пути к первому миллиону. Откровения молодых коммерсантов зрители встречают взрывами хохота. Хватало, впрочем, и серьезных тем. Бизнесмены постарше, например, всерьез задумывались о партнерстве с более молодыми коллегами. Молодое поколение, оно более свободное, более широкомыслящее даже, поэтому, естественно, здесь должна быть взаимная связь. То есть, и они к нам тянутся за какими-то советами, но мы, естественно, пытаемся разглядеть в них какие-то новые для себя точки роста. Поколение поменялось, поменялась экономика, поменялась среда, в которой мы живем. Интернет дает о себе знать, все уходит туда, больше интерактива появляется, и вот это вот желание молодежи больше приобщаться через игру, например, как вариант, да, вот геймификация, ну, этому стоит поучиться. Как выяснилось на форуме, в погоне за длинным рублем Омск покидать вовсе не обязательно. Можно заработать и на имиджи малой родины. Достаточно лишь иметь стабильный доступ в интернет и желание стать видеоблогером. Об этом гостям рассказал главный бизнес-хакер Омской области Денис Моисеев. Большую часть убедил, впрочем, нашлись и те, кто остался при своем мнении. Действительно, иногда нужно покидать на время, иногда действительно что-то здесь возможное не работает, и нужно, как минимум, чтобы расширить наш кругозор, всегда нужно покидать Омск и любой из других городов. И потом возвращаться сюда и вести уже большие идеи, реализовывать их здесь по возможности. Я по своему опыту скажу, я жила в разных городах, в нескольких. Это Южный федеральный округ, это центральная часть России. Поэтому все зависит от человека. Ну, то есть, как бы, ты уезжаешь из Омска, но Омск не уезжает из тебя. Поэтому, прежде всего, вопросы, наверное, нужно задавать себе. И как бы коммерсанты не спорили между собой, в конце концов, они сошлись на мнении, что бизнеса по-омски или не по-омски не существует. Просто потому, что деньги – вещь интернациональная. Впрочем, главный урок, который вынесли предприниматели, все-таки заключается в другом. Чувство юмора – это хорошо, но успех любит серьезных людей.